МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. На страже законом судебные приставы Чуваши отметили 150-летие со дня основания службы. Старый глава администрации, новая глава в истории города. Алексея Ладокова утвердили в должности сити-менеджера. Береги здоровье! В республике продолжается дистанциализация населения. 1 ноября отмечают профессиональный праздник сотрудники службы судебных приставов. В этом году ей исполнится 150 лет. Сегодня приставы принимали поздравления. С какими результатами к праздничной дате пришли работники Чувашского управления, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Ежедневно они обеспечивают порядок в судах и встречаются с десятками должников. Недавно на плечи сотрудников службы возложили и новые задачи. Теперь именно они выдворяют за пределы страны иностранцев, которые нарушили миграционные законы. Несмотря на такую нагрузку, Чувашские приставы свою работу выполняют эффективно, отметил глава республики Михаил Игнатьев. Вы сталкиваетесь с разными людьми. Контингент тоже он разный. В судебной системе, когда обеспечиваете тоже правопорядок. Конституционный строй в Российской Федерации, он должен защищаться на должном уровне, на достойном уровне. От этого зависит общественно-политическая ситуация. Служба судебных приставов и опасна, и трудна, но несмотря на это сюда стремятся попасть и девушки. Анастасия Зеленова приняла присягу на верность закону накануне своего профессионального праздника. Проработала здесь три года. Я поняла, что это за работа такая, насколько она важна для нашего государства, для общества. Вместе с Анастасией Зеленовой на верность государству и народу присягнули еще 16 молодых сотрудников. На труд их благословил и клирик Новочебоксарского храма святителя Николая, отец Роман. Но в этот день чествовали не только вновь заступивших на свой пост приставов, но и лучших работников службы. Награды сотрудникам службы выручали и на сцене столичного дворца культуры имени Уксая. Одним из героев этой церемонии стал пристав с 15-летним стажем Валерий Казаков. Сейчас он руководит районным отделом в селе Яльчики, который не раз признавали лучшим в республике. У нас 11 человек в отделе. Где-то в среднем поступает в месяц на исполнение порядка 500-600 исполнцев производства. Исполняемых где-то у нас пока 60% от поступивших. Служба судебных приставов становится более мобильной. На вооружение сотрудников пришла автоматизированная система. Расплатиться за старыми долгами люди могут даже через обычные терминалы. Благодаря работе приставов в республике с каждым годом увеличиваются поступления в бюджет. Только в этом году приставы взыскали более 800 миллионов рублей. Все мы знаем, что сила закона в его исполнении. Поэтому от качества исполнения своих обязанностей судебным приставами зависит вера граждан в торжество правосудия. Дмитрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы России Аленой Аршиновой. Михаил Игнатьев рассказал Алене Аршиновой о проекте бюджета 2016 года и об исполнении бюджета текущего года. Все то, что мы обещали, в этом году сполна закроем. К Новому году еще 4 детских сады мы откроем. 21 500 мест мы создадим. 65% муниципальных образований практически с двух лет проблем с потерями не было. Алена Аршинова отметила, что у республики сложилась репутация надежного партнера и ответственного исполнителя социальных программ, что учитывалось при распределении средств. Я рада, что и у Чувашской республики очень хорошая репутация в целом, если сравнивать со многими субъектами в срезе Российской Федерации. Поэтому мне не нужно дважды объяснять. Очень часто и очень многие знают, что здесь действительно действующий эффективный регион, который старается в первую очередь попасть и показать коэффициент полезного действия в любую программу и готов софинансировать. И я думаю, что наш опыт очень был хорошо оценен. И мы это видим в рейтинге, в котором глава Чувашской республики Михаил Ильич Игнатьев еще на 9 позиций поднялся. Поэтому это правда очень приятно. И очень приятно работать в команде такого главы, как вы. Я вижу, что вы сейчас и сформировали правительство вместе с председательным правительством Аторина и усилили социальный блок. На встрече также обсуждались вопросы реконструкции спортивных залов в сельских школах и перспективы строительства учебных заведений в республике. Каждый пятый россиянин отмечает улучшение качества слуг ЖКХ. К такому выводу по результатам масштабного опроса пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Во время своего визита в Чувашию заместитель министра строительства ЖКХ России Андрей Чибис осмотрел дома, которые вошли в программу капитального ремонта и удостоверился – статистика не обманывает. Дом номер 24 по проспекту Ленина – один из первых попал в программу капремонта. С года постройки прошло 57 лет. Замены требовало все – система электро, вода и газоснабжения, канализация. Основные работы провели летом. Газовые трубы еще предстоит заменить. Как отремонтировали? Хорошо, очень хорошо, очень довольна. А жить не мешали? Жить? Ну, только вот на период ремонта, но так совершенно не... Ну, нормально, культурно? Хорошо, очень культурно. Пьяных строителей не было? Нет, очень вежливые, очень отзывчивые, так что для нас очень важно это. ЖКХ меняется. Эти слова то и дело мелькают в прессе. Но то, что от чебоксарцев не поступает отрицательных отзывов о качестве проведенных работ, сильно удивило заместителя министра. Поэтому следующие адреса для проверки Андрей Чебис выбирал случайным образом. Пойдемте. Покатаем вас. Дом по адресу Кирова 6 оказался еще старше. Построен в 1940-м. Деревянная крыша, высокие потолки, просторные квартиры, отсутствие подвалов. Эти особенности повлияли и на характер работ. Чтобы поменять трубы, к примеру, приходилось вскрывать полы прямо в квартирах. Вот она идет, канализация. И вот отсюда, и вот там, чтобы стену не ломать, там вообще ничего не сломано. Все вообще, даже ни капельки, щелочки не оторвали. Понимание у соседей, что капитальный ремонт дому необходим, пришло давно. Проблем с неплатежами не возникало. Как отмечают жильцы, с советского периода здесь сохранились не только стены, но и общечеловеческие ценности. У нас, во-первых, маленький дом, и мы вообще живем, понимаете, как своим семейством. Мы все очень дружим в доме. Поэтому у нас собрание, мы собираемся, все обсуждаем и приходим к одному общему решению. Отношения людей, слова людей лучше, говорят, лучше всяких отчетов, фотографий и видеороликов. То есть ЖКХ меняется, мы видим и изменения отношений, но и люди совершенно по-другому относятся. И капремонт сделан достойно. Сегодня формируется список многоквартирных домов, которые войдут в программу капитального ремонта на 2016 год. Весомым критерием для попадания в этот список станет собираемость взносов. Она должна превышать 80%. Анастасия Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. Продолжается работа над бюджетом 2016. Михаил Игнатьев провел совещание с участием членов правительства и депутатов госсовета, на котором обсудили параметры республиканской казны. В современных экономических условиях строить далеко идущие планы довольно сложно. Проект республиканского бюджета 2016 отличается от предыдущих документов. Он рассчитывается на один год. 28 октября будем рассматривать, соответственно, на заседании кабинета министра Чувашской республики. Процедурно, согласно тех принятых норм действующих законодательств, внесем в Государственный совет. Почему решили собраться? Для того, чтобы обвиняться мнениями, все ли предложения те, которые были на встрече с избирателями, по линии политических партий, по линии фракций, учтены ли в проекте бюджета на следующий 2016 год. Основные параметры республиканской казны на следующий год Минфин рассчитал по консервативному принципу, исходя из прогнозов социально-экономического развития. Доходы на 2016 год предлагаются утвердить в объеме 32,104,000,000 рублей. Это 89% к уровню 2015 года. В том числе собственные доходы мы прогнозируем на уровне 22,293,000,000 рублей. С ростом к оценке 2015 года на 5,1% или на 1,087,000,000 рублей. Расходы предлагаются утвердить в объеме 34,327,000,000 рублей. 86% к уровню текущего года. Снижение доходов и расходов бюджета к текущему году обусловлено тем, что не в полной мере учтены расходы, то есть средства федерального бюджета, которые в течение исполнения федерального бюджета не распределяются отдельными решениями правительства Российской Федерации. В последующем мы будем уточнять свой бюджет. Особый интерес у депутатов госсовета вызвали планируемые расходы на социальную политику. 66% ответила Светлана Янилина. В 2016-м будет продолжено строительство хирургического корпуса онкодиспансера. Предусмотрено 50 миллионов рублей на строительство фельдшерско-акушерских пунктов. В трех пилотных районах будут построены центры досуга. На данное направление из-за республиканского бюджета выделяется порядка 10,5 миллионов рублей. Уже завтра к работе приступит глава администрации столицы республики. Сегодня депутаты Чебоксарского городского собрания утвердили кандидатуру Алексея Ладокова на должность сити-менеджера. В президиуме Чебоксарского городского собрания депутатов глава города Леонид Черкесов на этом заседании был один. Обычно компанию ему составляет глава администрации города, а его как раз предстояло выбрать. Изначально на должность претендовало три человека, со всеми кандидатами работала конкурсная комиссия. Поскольку конкурсная комиссия выявила из трех претендентов одного, которое посчитало достойным, которое более четко сделало программу развития города и представляет данную кандидатуру на утверждение уже в городском собрании депутатов. Такова процедура. 23 октября состоялся конкурс на замещение должности главы администрации города Чебоксары в форме индивидуального собеседования. По итогам голосования победителем конкурса на замещение должности главы администрации города Чебоксары единогласно признан Ладогов Алексей Олегович. Депутаты явно ждут, что в историю города старая глава впишет новую главу. Алексей Ладогов, который является сетименеджером с 2011 года, заявил, впереди у города и республики важные даты, уровень развития Столиза Чуаши нужно выводить на новый этап. Но из прежнего курса сворачивать нельзя. Это опять я. Здравствуйте. Уважаемые коллеги, готов работать. Работа администрации города строилась и будет строиться на принципах открытости, прозрачности, публичности. Основные направления, которыми мы занимались и будем заниматься, это создание рабочих мест, это достойная заработная плата, это развитие жилищного строительства, конечно же, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, это развитие досуга, это социальная транспортная инфраструктура, но и особый акцент нужно сделать на туризм. Кто за то, чтобы главой администрации города Чебоксары назначить Ладокова Алексея Олеговича? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Решение принято. Итак, абсолютным большинством голосов главой администрации города Чебоксары избирается Ладоков Алексей Олегович. Вновь избранный сити-менеджер сразу же занял свое законное место. Табличку, как и после выборов главы города, менять не придется. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. Предлагаю принять... 15 замещающих семей приняли участие во всероссийском конкурсе художественного творчества Ассамблея замещающих семей. Чувашию представляли цивилиане, семья Львовых. С какими результатами они вернулись из Москвы, узнали наши корреспонденты. В этой семье вопрос участвовать в конкурсе или нет не обсуждался. Конечно, да. Хотя пройти жесткий отбор и занять призовое место было сложно. Как оказалось, их ячейка у общества на конкурсе была самой маленькой. Но это не помешало занять второе место. Мальчики Миша и Яша вместе с главой семейства отлично справились со спортивным этапом конкурса. А мама с дочками Юли и Аней взяли на себя творческий номер. Без сомнения, судьи покорили двойняшки Маша и Даша. Кто из вас Маша и кто из вас Даша? Я Даша. А я Маша. Маша и Даша, вы любите петь? Да. А танцевать? Да. А еще что любите делать? Крисовать любишь? Кушать? Это они больше всего любят. Всего в команде Львовых шесть детей. Александр и Татьяна, как только поженились, решили, что обязательно возьмут ребеночка из детского дома. В результате получилось трое кровных, трое приемных. Но так мама и папа называют детей только в официальной обстановке. В повседневной жизни все шестеро родные. Нужно очень любить. Нужно быть готовым изменить всю свою жизнь. Все перевернуть с ног на голову. И с появлением еще одного ребенка, даже когда родного, родной появляется, в семье и то все переворачивается. А когда приводишь ребеночка, который уже много пережил в своей жизни и его, скажем так, судьба была не очень счастливой, то еще сложнее. Со всеми сложностями Львовы справляются вместе. Когда большую семью не приглашают в гости, устраивают домашние спектакли. Когда в школе ставят двойки, дружно делают уроки. А когда ходят в магазин, все несут по пакету с продуктами. Впереди у них большие планы, которые можно воплотить только объединившись. Закончить стройку и принять уже в новый большой дом еще одного обездоленного ребенка из детского дома. Екатерина Куприна, Расиль Мухаммедов, Республика. В Чувашии продолжается диспансеризация населения. Жители Республики определенных возрастов могут бесплатно пройти необходимое медицинское обследование. Для этого нужно лишь обратиться в поликлинику по месту жительства. Наша съемочная группа побывала в центральной городской больнице и узнала, что из себя представляет эта профилактическая мера. Именно с заполнения анкеты начинаются путешествия пациента по коридорам и кабинетам больницы. Необходимо ответить на 43 вопроса, которые касаются общего состояния здоровья и наличия вредных привычек. Это позволяет специалисту выявить факторы риска. У Лилии Яковлевой вредных привычек нет, но пройти диспансеризацию ей посоветовал участковый врач-терапевт. Здесь можно пройти, значит, обследование, какие-то более углубленные осмотры, кроме того, что мы имели раньше пройти по участковому врачу. С каждым годом получается все более и более современнее, больше как-то обследований, больше способов прохождения медицинского осмотра. И совершенствуется, конечно, медицина. В кабинете анкетирования проводят стандартный набор процедур. Измеряют рост и вес, артериальное давление, делают АКГ. Все это входит в первый этап диспансеризации. Чтобы увидеть картину полностью, требуется провести 13 исследований. С начала года в строительную поликлинику обратились около 15 тысяч человек. Пациентами мы дальше занимаемся. Они после прохождения диспансеризации возвращаются к своему лечащему врачу. Лечащий врач проводит краткое профилактическое консультирование и, если есть показания, направляет опять в кабинет отделения медицинской профилактики для прохождения углубленного профилактического консультирования. Ежегодно проверить здоровье могут определенные возрастные группы. Делать это необходимо раз в три года. С 2013 года диспансеризацию прошли более 600 тысяч человек. 10% направлены на дообследование и уточнение диагноза. Наиболее часто встречаются диагнозы, связанные с сердечно-сосудистыми патологиями и заболеваниями органов ЖКТ. Огромную роль диспансеризация играет в борьбе с онкологией. Выявленные заболевания на более ранней стадии позволяют пациенту наиболее точнее и быстрее подобрать ту базисную терапию, которую он будет получать. И в связи с этим и пациенту получают достойное лечение, ну и медицинская организация получает возможность их корректировать на своевременном, на должном уровне. Здоровье самое главное, что есть у человека, и его нужно беречь. Но зачастую мы относимся к нему халатно и вспоминаем про врачи тогда, когда возникает серьезная проблема. А чтобы сохранить здоровье, требуется не так уж и много. Вести правильный образ жизни и периодически проходить профосмотры. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Взглянуть на привычные вещи по-новому можно при смене ракурса. Учители английского языка из Таиланда приехали в Чебоксары на несколько недель, чтобы перенять опыт чебоксарских коллег и поделиться опыт своим. С теплого побережья в пасмурную осень, чего только не сделаешь ради образования. Тайские учители английского языка приехали в Россию всего на пару недель. Они побывали на открытых уроках, пообщались с коллегами и познакомились с российскими школьниками. В итоге поездкой остались очень довольны. Обычная тайская школа, чаще всего частная, это образовательный комплекс на несколько тысяч учеников. Класса по 50 детей и уроки полтора часа. Да и задают домашки на полуострове Индокитай в разы больше. Мне понравилось, что дети очень дисциплинированы на уроках, сидят тихо, все внимательно слушают материал. От наших школьников такого внимания добиться сложно, но особенно мне понравилось, что дети могут заниматься музыкой, рисованием или спортом, а не загружены только учебой. Обмен учителями – часть международной программы IFS, в которой участвуют не только взрослые люди, но и школьники и студенты. Восемь чебоксарских преподавателей поедет в Таиланд, чтобы увидеть уроки английского по тайскому образовательному стандарту. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика. 7 и 8 мая следующего года чебоксары примут международные старты по спортивной ходьбе, в которых ожидается участие атлетов из более 60 стран мира. Безусловно, часть организационной работы ляжет на плечи добровольцев-активистов, набор которых уже начался. Желающих стать волонтерами на командном чемпионате мира уже более 500, причем среди них как жители республики, так и иногородние граждане. Всего на чемпионат будет отобрано 250 волонтеров, которые распределятся по 13 функциональным направлениям. Медиа-центр, медицина, работа со зрителями, спортивные волонтеры-переводчики и другие. Прием заявок продлится до 10 января, а значит еще есть шанс пополнить ряды волонтерских отрядов. Мы ребятам рассказываем, что за чемпионат предстоит, какие функции будут у волонтеров на этом чемпионате, и принимаем заявки от них через нашу официальную группу ВКонтакте. Расскажем, ребятам покажем, постараемся их, так скажем, зарядить этой информацией, и я думаю, что в ближайшее время мы получим от них обратную связь. Параллельная парковка, заезд в гараж. В этих и других маневрах, которые обычно нелегко даются начинающим водителям, накануне соревновались автолюбители. Автомногоборье «Чебоксарский водитель-2015» прошло на парковке у Ледового дворца «Чебоксар-арена». Поучаствовать могли все желающие, даже те, кто пока еще учится в автошколе. Участники прошли тех и медосмотр. Первым испытанием стала погода. Слякоти, мокрый снег. Тех, кто этого обстоятельства не испугался, ждали так называемые ворота, «Змейка», заезд в гараж задним и передним ходом, сложные фигуры, параллельная парковка. Победители определяли в нескольких группах – мужской, женской и юниорской. В ней соревновались те, у кого пока еще нет прав. Самым виртуозом среди мужчин оказался водитель ВАЗ-2101. Мои поздравления желтой копейки. Браво, браво! Без гидроусилителя руля обойти всех – это заслуживает уважения. Целью нашего мероприятия являлась именно популяризация автомобильного спорта, то есть повышение спортивного мастерства наших водителей на дорогах общего пользования, потому что фигурное вождение – это, в принципе, дорожное движение. Ну, а по результатам, на сегодняшний день у нас было 22 участника. В таком формате соревнования проходят во второй раз. Вот уже 50 лет они занимаются подготовкой кадров для химической и машиностроительной отраслей. Одно из старейших учебных заведений Новочебоксарска – химико-механический техникум – в этом году отмечает свой юбилей. Репортаж о праздновании смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До свидания. Вопрос подготовки квалифицированных специалистов для химической отрасли в Новочебоксарске особенно актуален. Первые выпускники пришли на химпром уже в конце 60-х годов. С тех пор учебное заведение подготовило более 14 тысяч специалистов, которые трудоустроены не только в Чувашии, но и за ее пределами. Это учебное заведение на сегодня держится на уровне. Я горжусь, что я закончил это учебное заведение и дошел от электромонтера третьего разряда до доктора технического, до профессора. И мне приятно с этим городом жить дальше. Техникум готовит специалистов, которые востребованы на рынке рабочих профессий. В последние годы добавили новое направление среднего профессионального образования. Благодаря сотрудничеству со многими промышленными предприятиями, у учащихся, а их более тысячи человек, есть возможность не только проходить производственную практику, но и подрабатывать. Анна Степанова, лаборант химпрома. Сейчас уже прошло как три месяца, как я работаю. Мне моя работа нравится, по душе. Сейчас я совмещаю работу с учебой. Мне с детства нравилась химия, и я решила поступить сюда. После окончания этого техникума я хочу дальше поступить в высшее учебное заведение по такой же специальности. Учащиеся активно участвуют в олимпиадах и конференциях. Есть отделение дополнительного образования. В техникуме работает учебный центр прикладных квалификаций для химической отрасли, который создан совместно с химпромом. Техникум является источником жизни этого предприятия, потому что без специалистов это невозможно производство организовать, а техникум играет ключевую роль. Среднее образование сегодня ориентировано именно на получение профессии, и тенденция говорит о том, что число девяти классиков, выбирающих СПО, у нас больше половины. Это тоже показатель очень хороший, соответственно, это авторитет техникума. Поддерживают статус техникума в первую очередь его преподаватели. Все специалисты имеют высокий уровень знаний и постоянно повышают квалификацию. Планов и идей еще много. Помимо химпрома, учебное заведение сотрудничает еще с 14 предприятиями. Эти планы нам нельзя будет реализовать только нашим коллективом, только все вместе, с нашими замечательными предприятиями-партнерами, с нашими дорогими выпускниками, с коллективом и с нашими студентами мы сможем все это претворить в жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова